Что ты должна как-то вертеть жопы и заняться своей. Бабы могут всё, а мужики, значит, все говно, вонючие, сраные, тупые, безмозглые, ничего не могут. И потом тебе, мужчин, бухаешь, значит, но парни тоже могут быть жертвами. Ребята, прежде чем вы посмотрите данный видеоролик, а я надеюсь, что вы его посмотрите, я хочу вас предупредить, что я действительно должен был выпустить его неделю, а то и две недели назад. Но в связи с тем, что сейчас я нахожусь за городом, и у меня не всегда есть доступ к интернету, к ютюбу, поэтому у меня не всегда получается выкладывать мои видеоролики вовремя. Но в любом случае я наконец-то его выложил, потому что я над ним очень долго работал. Поэтому не нужно, пожалуйста, мне писать внизу в комментариях или в директ в Инстаграме то, что я выпустил это видео слишком поздно и уже как бы неактуально. Я просто хочу высказать своё мнение, буду высказывать своё мнение, а именно об этом скандале, именно с первой его стадии, именно скандале, с которого, в принципе, начался весь этот сырбор. Поэтому я надеюсь, вам понравится это видео, я просто высказываю здесь своё мнение. Ну, а я вас целую и обнимаю, и давайте уже наконец-то смотреть мой видеоролик. Всем привет! Я рад видеть вас на моём канале. Скорее подпишитесь, нажмите на вот эту вот красную кнопочку, и также не забудьте нажать на колокольчик, который находится прямо рядом с кнопкой подписаться. Тогда вы будете уведомлены о всех новых вышедших на моём канале видеороликах, и не будете их пропускать. Ну, а теперь давайте уже перейдём к теме сегодняшнего видео. Она не такая весёлая, как моё приветствие, поэтому я надеюсь, здесь останутся только серьёзные люди. Те, кто хочет поржать или так далее, перейдите на другие видеоролики. У меня достаточно много весёлых, смешных, и таких видеороликов, которые помогают поднять настроение, просто развеселят вас. Есть даже те, в которых смысла, в принципе, нету, и не вложено практически. Но всё равно смысл во всех видеороликах есть. В общем, в любом случае, перейдите лучше на другие видеоролики. Я здесь оставлю сейчас подсказку на достаточно классные видеоролики, которые я выпускал, которые тоже являются также и топовыми, и всё такое. Если сейчас будет меняться свет, ребята, извините, потому что я снимаю вообще на другой локации, не у себя дома. Поэтому я надеюсь, вам понравится такой фон, и давайте уже поскорее начнём данное видео. Поэтому отнеситесь к этому видео достаточно серьёзно. Ну а мы переходим к самой теме. Ну что, ребята, сразу хочу вам сказать. В этом видео я высказываю конкретно моё мнение. Моё мнение. Не ваше мнение, а моё. И, конечно же, моё мнение может как и совпасть с вашим, так и нет. Поэтому я прошу вас, не надо начинать срач в комментариях и так далее, как многие делали на странице человека, о котором мы будем сегодня говорить, как вы поняли по названию. Я сразу предупреждаю, если начнётся какой-то срач, я сразу же закрываю комментарии и запрещаю вообще кому-либо оставлять их. Потому что мне совершенно не хочется, чтобы у меня в комментариях был срач. Поэтому, ребята, я хочу, чтобы вы в комментариях писали конструктивную критику, без оскорблений, без какой-либо нецензурной лексики. Хотя, возможно, в моём видео она будет присутствовать. Давайте будем культурными людьми и будем обсуждать всё с правильной позиции. Поэтому я надеюсь, вы со мной сейчас согласитесь. Ну а теперь давайте уже приступать. Поэтому я надеюсь, те люди, которые хотели похейтить меня и пооскорблять меня, перешли на другие видеоролики. Ну а сейчас давайте уже начинаем. Итак, ребят, я думаю, вы знаете, что произошло совсем недавно, буквально неделю назад, что понесло за собой достаточно большой скандал. То есть он достаточно крупный и продолжается до сих пор. А именно этот скандал связан с телеведущей Региной Тодоренко, которой мне действительно жаль. И так, ребята, опять же говорю, это моё мнение. Лично моё. Мне жаль именно её. К сожалению, не могу проявить чувство жалости к её мужу Владу Топалову, потому что я вижу действительно, что Тодоренко хотя бы извинилась у себя в соцсетях, в то время как Топалов начинает оскорблять своих подписчиков, которые естественным путём этого и требовалось ожидать. Начали писать какие-либо комментарии, так как тема, которую они затронули, и их мнение совершенно абсурдно достаточно. Можно и так совершенно абсурдно, как многие считают, и не имеет места быть в принципе. Поэтому сразу начался дикий балаган. И в комментариях и так далее. Топалов начал материться и отвечать, как-то посылая всех нахуй и так далее. Поэтому, да, это не очень хорошо. Его мне не жалко в данной ситуации. Жалко Регину Тодоренко. Итак, с чего начался весь сырбор? Давайте уже разбираться. Ну что, давайте начинать с самого начала. В общем, недавно прошли два прямых эфира, два интервью, в котором принимала участие Регина Тодоренко и также её муж Влад Топалов. В первом интервью Регина Тодоренко и Влад Топалов начали разговаривать о таких вещах, как насилие домашнее и, в принципе, затрагивать и даже перечислять имена людей, которые причастны к данной теме. В том числе они заявили, цитата, «Надо быть психически больным человеком, который берёт камеру и говорит, «Боже мой, муж меня бьёт. Твой муж тебя бьёт. А почему ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» Задалась вопросом, собственно говоря, Регина Тодоренко. Это было всё в интервью People Talk. И далее данное высказывание спровоцировало просто какой-то огроменный скандал, в котором поучаствовало достаточно много и звёзд, и блогеров, и я в нём участвую, потому что вы сами меня просили обсудить данную тему. Соответственно, мы её с вами и обсуждаем. Но это было только первое интервью. Второе интервью у Регины Тодоренко и Влада Топалова было с главным редактором журнала «Гламур». И опять тема домашнего насилия. По мнению Регины Тодоренко и Влада Топалова, ну, которые они, конечно же, дают в интервью, «Все провокационные ситуации создают сами женщины, которые не способны нормально общаться со своими мужьями, мужчинами». Цитата. Психологи доказали, что женщине, которой применено насилие, нравится быть жертвой. Она хочет быть спасительницей. Мужчина её избил, когда был пьяным. А она ему с утра и рассол принесёт, и супчик. Во время этого Юрия Тодоренко заявила, что женщины должны изначально задумываться, за кого они выходят самуж. И с этим я достаточно согласен. Есть темы, с которыми я не согласен, и мы сейчас обсудим с какими. Но, ребят, действительно, мне кажется, каждый согласится, что нужно видеть, за кого ты выходишь замуж, оценивать здраво ситуацию и не делать поспешных замужеств, которые в итоге заканчиваются домашним насилием. Нужно как-то, знаете, расценивать обстановку, выяснять, что за человек, за кого ты выходишь замуж, как-то смотреть, как он ведёт себя в той ситуации, иной ситуации. Не нужно сразу брать и выходить замуж, а потом терпеть вот эти вот все избиения, оскорбления. В общем, всё это, это не должно быть. Это моё мнение, лично моё. Я считаю, что никакого насилия не должно происходить. Нужно стараться, всегда стараться договариваться на словах, и причём достаточно культурно. Если происходят какие-то ситуации, в которых человек начинает на тебя поднимать руку, на постоянной основе поднимать, потому что нужно опять же думать. Если ты сама бухаешь, значит, распускаешь сама руки, сама пристаёшь к своему мужчине, сама вынуждаешь его, и делаешь это постоянно, и потом тебе мужчина, ну, не знаю, сказал, что ты, извини меня, офигевшая, и так себя вести нельзя, а ты говоришь, что вот это вот было моральное насилие, как он смел, всё, пойду я, значит, в Инстаграм выпускать свою злость. Это тоже неправильно. Тогда можно каждый чихпык считать насилием. Допустим, если ты пошутил, что, допустим, аха-ха-ха-ха, какая же ты дурочка, и это тоже можно, да, считать насилием. Допустим, ты ведёшь себя как невменяемая, просто отвратительно себя ведёшь и вынуждаешь уже реально, и тебе, допустим, даже дают подзатыльник какой-то, или, я не знаю, ну, или держат тебя, чтобы ты с ножом не налетала на кого-то, извини меня, это тоже, тоже неправильно. И при этой ситуации тоже не нужно потом идти сразу, когда тебя, допустим, остановили и так далее. Брать телефон и, значит, говорить, какая ты бедная, как тебя изнасиловали и так далее. Это тоже неправильно, не нужно самой провоцировать, но это лично моё мнение. Мне интересно, есть ли из моих зрителей кто-то, связанный с психологией, напишите, пожалуйста, в комментариях, согласны ли вы со мной и правильно ли я с точки зрения психологии говорю. Так вот, продолжаем. Я хочу сказать лично от себя, что мне действительно жалко Регину. Регину мне действительно жалко, потому что, смотрите сами, судите сами, есть в шоу-бизнесе очень-очень много людей, практически 50%, которые занимаются рукоприкладством, которые пристают к своим каким-то подопечным и так далее, которые не умеют держать себя в руках, которые угрожают, которые избивают, которые делают, в общем, всё-всё-всё вот это, связанное с насилием, всё это. И они остаются безнаказанными. Когда на какой-то телеканал приходит какой-то продюсер или ещё какой-то медийный человек, и заявляя, значит, что да, я избивал свою жену, я избивал ту, я избивал всю, и я продолжаю избивать, это проходит абсолютно без следа. Ну, сказал, значит, даже кто-то поддержал этого человека, и всё. И дальше он идёт своей дорогой, но почему-то именно на Регину Тодоренко, которая даже, даже не заявила, что она кого-то избивала, избивала кого-то, я не знаю, сама занималась этим, которая просто высказала свою точку зрения. Да, она может быть неправильной, да, она может быть аморальной, да, она может быть совершенно какой-то нереальной и совершенно жуткой, но это её точка зрения, и из-за этого на неё сразу же налетели. Но, с другой стороны, мне интересно, чем она думала? Вот она думала, что она скажет свою точку зрения, предположим, вот она сказала. И что она ожидала? Она ожидала, что люди никак на это не будут реагировать, они даже это не посмотрят. Она, значит, не думала, что будет достаточно сильный скандал, хотя я, как только посмотрел это интервью, я моментально понял, что здесь будет присутствовать сильный скандал, что здесь будут участвовать достаточно большое количество людей, что на Регине Тодоренко сразу же свалится куча, куча хейта, и это не останется незамеченным. Вот мне 14 лет. Регине Тодоренко, я не помню сколько, ну 25-28, да, как-то так, ребята, справьте, если нет. Регине Тодоренко, я сразу увидел. Ну, можно думать то, что она ляпнула, не подумав. Ляпнула, не подумав, может, каждый. Но, с другой стороны, нужно все равно, ребят, если вы идете на интервью, как-то средить за своим разговором. Хотя, может быть, на нее так повлиял карантин, или же ее муж, который меня сильно достаточно напрягает, потому что, ребят, Топалов, судя по тому, что он творит, на своей страничке. Так вот, я забыла вам сказать, что господин Влад Топалов, это муж Регины Тодоренко, сказал в интервью, что если ты, ты, не хочешь, чтобы тебе изменяли, что ты должна как-то вертеть жопу и заняться своей, после чего на него тоже свалился шквал хейта, и в комментариях он прекрасно отвечает. Вот пишет ему девочка, что она не согласна с его мнением абсолютно и так далее, он пишет, иди нахуй. Взрослый человек с ребенком и с женой, который, как он сам говорит, избавился от наркотиков и так далее. И больше он с этим никак не связан, но, по моему мнению, судя по его виду, связан до сих пор. И поэтому мне вдвойне жалко Регину Тодоренко. Это уже перебор, и я не знаю, ну, либо не отвечаешь на комментарии, либо их закрываешь, как Регина Тодоренко. Либо отвечаешь, но прилично. Зачем какую-то маленькую девочку посылать на хуй? Можно мне это объяснить? Я этого не понимаю. Конечно, это может быть защитная реакция, и он на самом деле не хочет так жестко высказываться, но поскольку у него накипело и так далее, он так говорит, ну, все равно, ребят, ну, блин, вам сколько лет? Вам что, один гозик, что ли? Два? Три? Ну, надо как-то башкой-то думать иногда. Вот мне 14 лет, и я думаю башкой. Я в этом видео никого не оскорбил. Никого. Говорил только факты и свое мнение. Мое личное мнение, и все. Поэтому еще раз, я, ребята, уже, я думаю, буду заканчивать на этом видео. Я вам сказал свою точку зрения. Я считаю, что любое насилие не должно быть. Ни со стороны мужчины, ни со стороны женщины. Потому что многие почему-то считают, что значит, женщины не способны на насилие. Но парни тоже могут быть жертвами. Не надо вот так вот только обобщать, что только женщины являются жертвами. Нет. Я вас уверяю, очень много парней, которые страдают от домашнего насилия, и так же, как и женщины, им тяжело, и не меньше совсем. Поэтому не надо, пожалуйста, все это только в женскую сторону обращать. На самом деле феминизм меня уже вот где достал, знаете. Феминизм должен быть тоже, знаете, какой-то на грани. И не переходить за нее, как сейчас. То есть это уже совсем немножко крыша поехала, что у нас бабы могут все, а мужики, значит, все говно, вонючие, сраные, тупые, безмозглые, ничего не могут и так далее. И поэтому с людьми, которые так высказываются, я вообще общаться не хочу на самом деле, потому что, ну, я тоже, как бы, извините, мужского пола, и мне неприятно слышать при себя такие вещи, когда это совершенно не так. Ну, а я, ребята, на этом заканчиваю. Видео достаточно длинное, но с эмоциями, поэтому я надеюсь, вы оцените это видео пальчиком вверх и подпиской на мой канал. Высказывайте, пожалуйста, свое мнение внизу в комментариях, но давайте только делать это в какой-то приличной форме, без оскорблений. Я предупредил, если начнутся маты и так далее, я не буду, как Топалов, отвечать вам всякими ху**ами, пи*****ами, и просто закрою комментарии, и все, и не будет никакого хейта. Еще один маленький момент. Пожалуйста, не надо хейтить Регину Тодоренко. Она извинилась. Я, кстати, вам забыла сказать, что от нее после данной ситуации, что с ней порвали практически все крупные контракты, такие как СОК, J7, по-моему, она рекланировала, Памперс, отобрали у нее, значит, звание Женщина Года по версии Гламур, и так далее. Поэтому, ребят, пожалуйста, перестаньте хейтить ее. Поэтому человек извинился, извинился, не уверен, не знаю я искренне или нет, потому что я не знаю человека, но в любом случае, каждый имеет право на ошибку, и это самое главное, что нужно вынести отсюда. Две главные вещи. Это насилие не должно происходить ни при каких случаях и никакими способами, и второе, каждый имеет право на ошибку и не должен быть засрат теми же людьми, которые сами пострадали от этого. Потому что ей сейчас желают в комментариях, чтобы она сдохла, чтобы она, не знаю, покончила жизнь самоубийством, чтобы, значит, ее избили, так же изнасиловали, чтобы, значит, она и сын ее, и муж сдохли. Никто тоже не должен такое переживать. Поэтому, пожалуйста, ребята, давайте не будем хейтить Регину, и наоборот, просто не будем участвовать в данной ситуации. Я думаю, она сама может разобраться в данной ситуации. Ну, а мы будем следить за тем, что будет происходить дальше. Я с вами прощаюсь уже наконец-то. Надеюсь, вам понравилось это видео, и всем пока-пока. Увидимся в новых видеороликах. Всем пока. Кстати, под конец записи этого видеоролика у меня настолько заплетался язык, что приходилось очень много всего вырезать. Например, вот это, да. Кстати, ребята, я совсем забыл сказать, что после выхода этого видеоролика у Регины на канале вышел фильм о домашнем насилии, где она общалась с жертвами и психологами. Поэтому рекомендую посмотреть. Не знаю, было ли это искренне, или кто-то пытался спасти себе задницу, но в любом случае фильм достаточно интересный. Ну, а я с вами прощаюсь, по-моему, уже в третий раз. Всем пока.